Всем привет! А кто кушает, приятного аппетита! Сегодня будет много вкусных кадров, так как готовим 3 колоритных блюда из Турции. Что приходит в голову при мысли о Турции? Отдых, море и кебаб. Среди разных версий кебаба стоит отметить адана кебаб и курдан кебаб. Основным здесь выступает мясной фарш. Итак, на 2 блюда потребуется 1,5 кг баранины и 150 г курдючного жира. Пропускаем их через мясорубку. Используем диск с крупными отверстиями, но самый крутой вариант это конечно фарш рубленный ножом. Отделяем для адана кебаба 900 г мяса и 90 г курдюка. Без чего не бывает адана кебаба, так это без чили. Нарезаем половину перца маленькими кубиками. Применяется либо свежий перец, либо хлопья чили. Еще в состав фарша входит репчатый лук. Дробим его как можно мельче. В таре соединяем лук, острый перец, из сухих приправ обязательно идет куркума 1 чайная ложка и соль. Кроме них в состав фарша входит одно из двух. Либо томатная, либо перечная паста из паприки. 2 столовые ложки. Кладем мясо и перемешиваем. Чтоб кебаб крепко держался на шампуре, мясо необходимо хорошенько охладить. Лучше 12 часов. При этом не забудьте перемешать его несколько раз. Кроме того, что мы вам показываем кардинально разные рецепты со всего мира, мы еще вовремя даем информацию про самые выгодные повышения на Летишопс. А все дело в том, что когда вы заказываете что-то на Алиэкспресс, то не забывайте возвращать кэшбэк. А если делать покупки в дни горящего кэшбэка от Летишопс, то сэкономить можно в разы больше. Например, с 10 по 13 августа в Алиэкспресс будет горящий кэшбэк, увеличенный в 3 раза до 15%. Например, если вы с обычным кэшбэком вернули 150 рублей, то с трехкратным кэшбэком вам вернут 450. Активировать горящий кэшбэк нужно на главной странице после регистрации по ссылке, либо в приложении Летишопс. Количество активаций ограничено, и у вас будет всего несколько часов на совершении покупки. Ссылка на регистрацию в Летишопс будет в описании, регистрируйтесь и забирайте хорошее, но ограниченное предложение. Продолжаем готовить адана кебаб. Разделяем фарш на 4 части. Пронзаем мясной ком шампуром. И руками распределяем мясо. Адана кебаб следует жарить на мангале около 8 минут. В общем, начали жарить 4, а дожарили только 3. Один кебаб во время переворота решил свалить. Для кебаба подготовим подушку с зеленью, овощную тарелку с аджикой и лаваш. Снимаем мясо с шампуров. Самый простой способ подачи этого блюда завернуть кебаб в тонкий лаваш. А более сложный сделать сочнейшую шаурму с руколой, помидорами, огурцами, острым перцем, луком и аджикой. Кроме этого соуса в Турции популярен еще и греческий соус дзадзики. Мы уже его готовили. Ароматное сочное мясо с вкуснейшим соусом и свежими овощами наполнили меня эндорфиновым вкусом. Это просто какой-то дофаминовый крючок. Надеюсь, что курдан-кебаб такой же идеальный на вкус. Итак, берем 4 длинных баклажана и нарезаем вдоль. Солим и оставляем на 20 минут. Затем мелко нарезаем лук, пучок кинзы. Добавляем черный перец и соль. Теперь берем полкило бараньего фарша с курдюком и соединяем с луковой массой. Перемешиваем и делаем котлеты. На такое количество мяса надо было баклажанов в 2 раза больше покупать. Промываем их водой. А потом просушиваем бумажным полотенцем. Добавив немного растительного масла на электрический гриль, все жарим до тех пор, пока не появится симпатичная румяная корочка. Солим. Теперь нарезаем кружочками помидоры, за этим кладем баклажаны крест-накрест, а в центр одну котлету. Заворачиваем мясо в синенькие, сверху помидор и закрепляем все шпажкой. По итогу, как Андрей говорил, котлеты остались, а полноценных курдан-кебабов получилось семь, на кебабы ушло только половина фарша. Для соуса берем 70 грамм томатной или перечной пасты и разводим ее стаканом воды, перемешиваем и заливаем в форму для запекания. Наши красавчики погружаем в соус и отправляем в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. подаем курдан-кебаб вместе с соусом, в котором они готовились. Знали бы вы, как сложно выдержать эту мучительную голодную паузу, пока снимаешь это роскошное блюдо со всех сторон. Когда блюдо классное, хочется сделать пару лишних дублей на камеру, а может и не пару. И наконец-то третий рецепт, турецкая пицца лахмаджун. Перво-наперво замесим тесто. Берем 425 грамм муки, 100 мл молока, воду 130 мл и щепотку соли, замешиваем, накрываем и отставляем на 20 минут. Для фарша потребуется говядина и овощи с зеленью. Нарезаем 600 грамм мяса на куски, а затем измельчаем его ножами. Жаль, что курдюк закончился. В идеале надо было брать 10% жира. Мясо готово, переходим к дополнительным компонентам. Берем 200 грамм болгарского перца и нарезаем его кубиком. Далее дробим кинзу 50 грамм, 230 грамм помидоров, 3 зубчика чеснока и 80 грамм лука. Пересыпаем щедрый летний дорыв в посуду, добавляем фарш, а еще 2 чайные ложки паприки и соль. 15 грамм томатной пасты и все перемешиваем. Тесто делим на части. Раскатываем тонко и перекладываем на противень. на круг диаметром 20 сантиметров, хватило 1,5 столовой ложки фарша. Равномерно распределяем и отправляем в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. За это время сделаем еще одну разновидность турецкой пиццы пиде. Она отличается формой в виде лодки. Посмотрев на то, как ведет в духовке наш лохмаджун, мы решили, что тесто стоит раскатать еще более тонко. На продолговатую форму кладем разноцветный фарш и подворачиваем края. Кстати, на все тесто ушло всего половина фарша. Готовый лохмаджун смазываем по краям сливочным маслом. И после этого вспоминаем лайфхак от подруги. Она всегда перед приготовлением в пиццу и хачапури добавлять сливочное масло. Выпекаем 20 минут при температуре 180 градусов. Думаю, если бы вам позвонил такой лохмаджун, то вы бы не ответили. Поэтому украшаем сверху дроблеными помидорами и отправляем в духовку еще на 5 минут. Готовые пиде паканту смазываем маслом и украшаем зеленью. Пора посмотреть на вторую пиццу. Немного приправляем ее с солью, зеленью и подаем с лимоном и помидорами. Как вам такая турецкая пицца? Лохмаджун режется туговато. Все-таки тесто раскатывать надо по максимуму тонко, как на мясной пирог пиде. На вкус напоминают очень крутые пельмени. Это все из-за бездрожжевого теста. Думаю, если приготовить дрожжевое тесто, то вкус будет похож на привычную нам пиццу. Да, это вкуснее. Пишите в комментариях, что из турецкой кухни вы пробовали и что вам особенно понравилось. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч! Всем пока!